В выборе секции родители девочек чаще всего предпочитают танцы, рисование. Даже если отдают большой спорт, то это фигурное катание или гимнастика. Лишь малый процент родителей приведет за руку дочь в секцию рукопашного боя. Сегодня мы узнаем у Анастасии Фроловой, мастера спорта по рукопашному бою и трехкратного победителя первенства России, как она попала в этот спорт. Настя, почему именно рукопашный бой? Изначально родители отвели меня для общего развития в секцию рукопашного боя на рисование и на танцы. Я занималась и тем, и тем, мне очень нравилось, но это со временем переросло в какой-то образ жизни просто. А вот какие есть стереотипы, связанные с рукопашниками? На самом деле, когда узнают, что, допустим, я рукопашница, это довольно проблематично в компаниях, потому что, ну, люди к этому как-то настороженно относятся, то что, ну, стереотип о том, что мы можем как-то причинять вред, хотя рукопашники самые сдержанные люди и самоконтроль для нас превыше всего. А правда, что если вы что-то совершаете, то у вас плюс три года к сроку уголовного? Да, на самом деле это так, и все об этом знают, но бывают ситуации, когда просто человек заступился за кого-то, и в итоге просто из-за того, что он подготовлен, и он получает больше уголовного суббота. У тебя были такие ситуации, когда тебе пригодились твои знания в рукопашном бою? На самом деле нет, я очень плохо отношусь к насилию, и драки на улице, и то, что я делаю в спортзале, и на соревнованиях, это разные вещи. То, что происходит в зале, на тренировке, это, ну, это считается боевым искусством, я к этому так отношусь. А то, что происходит на улице, это насилие, которое, ну, это неправильно. Тем более, когда ты подготовленный человек, ты не должен просто покалечить людей, которые не могут тебе ответить. То есть, если вдруг, ну, не дай бог, что случится, то ты никак не будешь себя проявлять с рукопашными сторонами? На самом деле, я обычно все конфликты пытаюсь решить просто словами. Ну, конструктивный разговор еще никому не мешал, но бить первый никогда я не буду. Любой человек, занимающийся единоборствами, не будет бить первый, потому что это неправильно. А если твой оппонент тебя ударит? Ну, на самом деле, отвечать агрессией на агрессию, это неадекватно немножко, но, ну, бывают такие ситуации, когда просто не обойтись без этого. А вот что ты можешь рассказать про своего первого тренера? Каким он был? Что он тебе дал? Изначально я тренировалась у... меня привели в секцию, там был очень хороший тренер Максим Викторович. Мы до сих пор поддерживаем отношения, хотя я тренируюсь 15 лет, из них 10 я тренируюсь у отца. То есть, это, ну, достаточно долгое время прошло, но мы до сих пор поддерживаем отношения. Этот человек просто дал мне базу, основу, без которой, на самом деле, любой рукопашник... Ну, я бы не была рукопашницей. Да, потом меня поддержал отец, отец потом начал меня тренировать. Но, на самом деле, сначала всё началось вот с Паксима Викторовича. У кого ты сейчас в университете тренируешься? Я сейчас тренируюсь у Михаила Сергеевича Владимирова. Какой ты рукопашник? То есть, ты открыто кричишь об этом, подписываешься на миллион пабликов в интернете, либо ты ведёшь себя очень скромно и никому даже не рассказываешь? Ну, на самом деле, при первом встрече я никогда об этом не говорю, потому что это настораживает людей. Близкие мои люди знают, как бы, ну, много кто знает, но я думаю, если бы я об этом кричала, то весь институт бы об этом знал, но я об этом не кричу, я не вижу в этом смысла. То есть, в этом нет ничего, я такая же, как и все. Я не считаю это каким-то своим достижением, это лично моё увлечение, я не думаю, что надо об этом всем рассказывать. Я смотрю всякие паблики, всякие интересные записи, потому что, как бы, век живи, век учись, всё равно со временем появляются какие-то новые удары, какие-то усовершенствования, правил. То есть, об этом всегда нужно знать, чтобы быть, ну, наравне. На кого из бойцов, рукопашников или из других единоборств ты равняешься? Ну, на самом деле, у меня нет каких-то идеалов. Я знаю очень много людей, которые достигли определённых высот. Я к этому стремлюсь, но я не равняюсь. Но я не идеализирую никого. Я не считаю это нужно, потому что выше головы ты не прыгнешь, а достичь чего-то там... Ну, как бы, я никогда не останавливаюсь. Получила мастера спорта, буду стремиться выше. Потом выше. Как смогу, так смогу. До какого-то определённого этапа я не хочу доходить. Просто как получится, так получится. Ты сказала, что нет предела совершенства, ты стремишься всё дальше и дальше. А вот что будет после университета? Продолжишь ли ты заниматься? Или откроешь свою секцию? Ну, да, в планах как бы есть. Я буду тренироваться, пока смогу. В принципе, после университета я буду служить. Я хочу всё совмещать. Секция есть у моего отца. И в дальнейшем, я думаю, продолжить как-то семейные начинания. А до этого, ну, то есть до обучения, либо во время обучения, ты тренировала кого-нибудь? Да, у меня была такая практика. Я училась в физкультурном университете. И во время учёбы я помогала отцу с тренировками. У меня была своя группа. Я тренировала деток до 10 лет. Отговорила бы себя пойти в рукопашный бой? Ну, на самом деле, я думала над этим вопросом. Очень часто задаюсь этим вопросом. Наверное, нет, потому что рукопашка – это не просто тренировки, это очень интересные поездки. Каждое соревнование сопровождается культурными программами, просмотрами достопримечательностей. То есть очень познавательно это. Мы не живём в рамках соревнований или рукопашки. Мы развиваемся, мы смотрим очень интересные вещи. Мы бывали просто почти во всех уголках страны. И если бы я не пошла бы на рукопашку даже, может быть, я сейчас где-нибудь рисовала или на каком-нибудь инструменте играла, но я бы не увидела всего того, что дала мне рукопашка. А планируешь ли ты, или есть ли такие возможности от федерации выступать за границей? Ну, да, я планирую в следующем году, если пройду отборы на чемпионат, чемпионат России, если выиграю, то отберусь либо на Европу, либо на мир. Эти соревнования очень часто проходят за границей. Я думаю, что если всё получится, то я буду выступать. Из соревнований, в которых ты участвовал, какое вот наиболее важное для тебя? Самое важное, даже более запоминающееся для меня было, когда мне исполнилось 14 лет, и я выиграла Южный федеральный округ. Это был отбор на мою первую первенство России. Это было очень значимо для меня, и когда я его выиграла, это были непередаваемые эмоции, потому что когда ты к этому очень долго стремишься, но из-за каких-то возрастных рамок, то есть когда тебя ограничивают, тебе нет 14, и ты не можешь на них участвовать, это такой вот большой прорыв на самом деле для рукопашника, когда ты к этому стремишься и стремишься, и ты к этому поднимаешься, и тебя допускают к этим соревнованиям. Это очень достаточно важно было для меня. А ты бы отправила своего ребёнка в секцию по рукопашному? Да, я отдала бы своего ребёнка, я бы сама бы его тренировала у меня так в планах, даже если это будет девочка, потому что рукопашка даёт огромные возможности и отличное физическое воспитание, моральное воспитание. Она учит сдержанность, и это очень важно для детей. Да и в принципе в жизни это очень важно, и это пригодится. Не обязательно заниматься, чтобы там постоянно выступать на соревнованиях, можно заниматься для себя. Никто не заставляет тебя приходить и сразу же выходить, операться. Но это очень развивает, и это очень помогает жизни. Пошла бы в другой вид спорта? Я над этим думала, я не командный игрок. Как в учебном военном центре относятся к твоим постоянным разъездам на соревнования? Ну, на самом деле я думала, что к этому будет плохо относиться, но меня всячески поощряют и поддерживают, отпускают там на тренировки, когда нужно, на соревнованиях. Как тебе удаётся совмещать учёбу и соревнования? На самом деле это очень сложно. Остаются некоторые хвосты, потому что обычно разъезды на соревнования занимают достаточно много времени, ну, в принципе, в среднюю неделю. Но многие преподаватели идут на встречу и относятся к этому с пониманием. С приходом в учебный военный центр ты не думала перейти с рукопашного боя на армейский рукопашный бой? На самом деле я выступала и в армейском рукопашном бою, и в обычном РБ. Мне просто это ближе. Там, в принципе, различия между этими стилями незначительны. И как бы любой человек, занимающийся одним стилем, может выступать и в том, и в том. Почему при поступлении в университет выбрала именно учебный военный центр? Я выбирала не между университетами, а между учебно-военными центрами. И этот оказался одним из лучших. Здесь очень большие перспективы, очень большая хорошая учебная база. А что ты планируешь делать после обучения в учебном военном центре? Ну, по контракту я должна отслужить 3 года и вообще плавно продолжить службу в вооруженных силах.